всем привет с вами ted и сегодня у нас протас против зерга эта часть обучающего видео как обычно смотрите до конца потому что куча полезной инфы по матчапу протас против зерга как он развивается как в нем действовать ким бывают переходы не переходы вообще что важно что не важно все это мы рассмотрим на примере игры статса против drg вот и собственно как вы думаете какой самый имбовый юнит зерга пишите в комменты вот здесь мы посмотрим получается 100 ставит нас пилон он не поедет в разведку вообще обычно разведка идет либо после пилона чтобы подблочить хату там даже чуть-чуть до пилона мы выезжаем либо ну в целом так как это не очень выгодно едут после гейта статс не едет после гейта по одной простой причине он выбирает открытие в газ до гейта вот этот газ он позволяет пораньше заказать варп старгейте вот эти штучки и в целом как бы нормально если вы скорее всего уверены что зерк не будет играть двенадцатый пул против вас вот на ладере вы об этом уверены быть не можете поэтому я в принципе не рекомендую так играть на ладере тем не менее такой билд есть ставим гейт кибернетка и вот после кибернетки он идет разведку в целом где-то здесь он может встретить лингов и у него есть шанс спуститься вниз делать глухую стенку как-то отреагировать то есть есть возможности каких-то аутов но это уже скорее второстепенная история главное что он идет разведать если у него вторая база и какой тайминг заметьте пробка приезжает на 2 минуте в это же время достраивается хата то есть если вы в принципе каждый раз так разведываете вы можете знать что если она еще не построилась значит там ранний пул то есть более ранний чем хата газ пул вот вот эти все информации подбегает проверяет уточняет что это хата газ пул и стоит здесь что он смотрит он смотрит бегут ли в его сторону линги сколько бежит в его сторону лингов вот эти вещи пробка может заметить тем временем адепт делается под бустом делается старгейт адептик бежит на другую часть карты и 2 тоже под бустом это важно чтобы не умирать от зерлингов 2 адепт тоже бежит вперед тут такой нюанс если вы думаете что соперник будет линк флудить лучше не бежать вторым адептам вперед то что могут быть нюансы ну это такая как бы штука которую вы скорее играете против оппонента опять же на ладере я не рекомендую вот тут 2 адепт сейчас останется пока что адепт прибегает в целом вам важно подтвердить будет ли здесь третья база когда вы играете против сильного зерга она будет 90 процентов случаев но здесь статс главное пытается подтвердить бегут ли вы сейчас его сторону линги что там делается не делается проверяет лэйр наличие или отсутствие проверяет добывается газ либо нет то есть он сейчас пытается понять он пожал до газа будет ли это ранний лэйр будет ли это какая-то ранее технологическая прессинг ну с помощью там тараканов или еще чего-то он прокликивает газ и на третьей минуте должно быть собрано вот так вот 200 газа то есть остаться в экстракторе если собрано две 050 где-то 200 ну то есть на 100 газа больше если по drg не срывал этих дрончиков с газа тогда значит что будет какая-то ранняя возможно технологическая агрессия этого остаться достаточно он бежит домой он открывается феникса будет чистить оверов открывается воракла делает гейт 4 гейта twilight это такой билдик в принципе есть где мы после открытия в старгейт продолжаем их атаку адептами с глефами вот и сейчас его задача понять вообще строит ли зерк рабочих сколько у него queen примерно во что он идет то есть если здесь много queen мало рабочих это может быть что-то типа пула queen да то есть вы начинаете думать сейчас об экономике именно если вы займете третью базу будет ли не жесткий прессинг или нет здесь он посмотрел пока не спешит смотрит о линги бегут проверяет опять же тайминги лэйра на то есть он прибегает самое главное что статус хочет увидеть он хочет увидеть есть здесь лэйр или нет а то есть если уже ранее какая-то дальнейшее дело технологию зерка вот тем временем он пытается занять третью базу здесь ему держи меньшает вот но в целом мы переходим к следующей части и следующая часть это вот постановка 3 и дальнейший прессинг то есть как только он понял что он принципе третью сможет защитить вот этим ораклом он отправляется в прессинг и любой билд против зерка будет предрасполагать вас какому-то типу агрессии на вот этих минутах 5 6 это ну 90 процентов билдов то что без этой агрессии вы будете немножко отставать почему на данный момент чтобы быть и в третью вы останавливаете рабочих у вас получается полная насыщенность 44 рабочих на двух базах вы ставите третью но у зерка уже три рабочие хетчери и зерк мастится намного быстрее заметьте зерка уже 54 раба то есть пока ваша третья достроится пока вы будете насыщать зерк уже может начать клепать лимит и ваша задача сейчас прийти и заставить зерка клепать какой-то ненужный ему лимит что значит не нужны если вы не придете зерк и сейчас не закажет юнитов к примеру и к моменту когда вы только начнете насыщать третью зерка будет уже 4 и 5 база будет все в крепе и он сможет с вот этой 5 базовой экономики просто заказать 100 лимита рачей лингов бейлингов отправить на вас вы с ними подеретесь вам будет тяжело отобьетесь бегут новые отбились бегут новые и так пока вы не сдохнете на своих трех базах поэтому чтобы потом иметь возможность хоть как-то двигаться в игре нужно сделать вот этот прессинг стат соответственно приходит начинает делать прессинг следующую технологию это роба у него начинает здесь разводить и вот пока он этим всем занимается он уже делает нам форжу он делает получается начинать пробок делать да то есть вот эта штука это такая разводочка на побегать на убить немножко дронов сравняться по экономике вот пока стат сделает дрон своих пробок он поубивал немножко дронов и таким образом сравнялся да то есть 50 50 у нас по дроном и смотрите и база готова да то есть вот он сравнялся вся вот эта вот атака сделана только для одной простой цели вам нужно тупо сравняться с зергом потому что если вы выбрали протоса и вы играете за протоса против зерга на 6 минут минуте вы не равны вы отстаёте и чтобы сравняться вам нужно сделать вот эти вот атаки хитрые классные атаки смотрите статс убил тем временем 12 рабочих как он это сделал то есть как он смог сравняться он отправил адептов прыгает сюда тем временем с базы добегают еще три и становится вот сюда то есть статс загоняет своими адептами основной массой как бы на главную к зергу и пока тот отвлекся на секунду вот здесь вот адепты на харассе или на харассе или убил час порочку наверное что-то еще поубивают вот лингов поразменивались как бы окей вы если все сделали хорошо перешли в следующую стадию как она звучит она звучит так зерк сейчас восстановится то есть это где-то 20 секунд пока дроны построятся и начнет готовить на вас прессинг потихоньку разливая крип вот собственно вы должны смотреть когда этот прессинг идет он может чуть раньше чуть позже идти куда он идет для этого вас ораклы они эти фениксы они видят откуда собственно соперник идет армии же стоят под батарейками защищаются аккуратно начинаем продолжаем развитие и это имморталы сталкеры имморталы сталкеры сэнтри зелки вот это вот все собственно это наша армия зелки без чарджа ну кстати это нормально то есть они не будут убегать они будут помогать защищаться как раз вот третья база стабилизировалась выходим в архонов значит на то есть следующий переход это архоны это уже должен быть скорее всего какая-то следующая часть и заметьте то есть чтобы дальше развиваться опять же статус понимаете какая сейчас стадия игры что зерк уже давно восстановился пока вы третью накапливали и начинает занимать до 4 то есть вот если вы сейчас на восьмой опять же не выйдете на него опять в атаку заметьте уже опять зерка больше по лимиту тогда зерк ставит на восьмой раз два три четыре вот так вот 5 бас у него получается раза три 4 5 6 7 бас на восьмой минуте он льет клип крип катастрофически просто повсюду и ну опять же вы становитесь бедовой ситуации то есть крип к вам приходит просто к вам на базу как только вы пытаетесь выйти со своей третьей вы наступаете на крип он это видит выход пытаетесь выйти с 4 на крип он это видит а сам может перемещаться как хочет вот поэтому вот это вот эти все выходы они важны почистить крип чуть-чуть но следить опять же под контратаки не вздохнуть то есть стад сейчас пытался выйти но так как видит что зерк идет на него он соответственно становится в защиту здесь маленькая неудача забежали рачи он этого не заметил вот сейчас он будет отбиваться в принципе под батарейками под фотонками не это получится сделать здесь все отбил все хорошо вот и вы переходите в одну из нескольких стадий если зерк на вас сейчас не начинает давление к примеру вот рача мировагерами лингами бейлингами тогда ваша задача делать давление на зерга прям сверх агрессивно что остаться пытался делать так как зерк пришел давить его статься задача настолько классно отбиваться чтобы он мог в ближайшее время иметь возможность поставить сюда газы уже и с 8 газов начать делать армаду на то есть следующий шаг это 10 минута уже переход в армаду должен быть то есть имморталов немножко настроили позащищались и все имморталы штормы вот стад здесь отбивается двумя контрольными группами одна получается армия у него тут имморталы зилки сталкеры вторая имморталы с м3 вот отдельно у него бегут штурмовиков банда то есть три контрольной группы и это нужно чтобы правильно делить армию то есть где-то здесь у вас должен летать какой-нибудь феникс показать где соперник бегает и вы должны правильно делить выходить армией реагировать вот сюда приходит зерк сразу накинули на него штормов поделили его филдами вот он отходит нападаем до его много это страшно но если вы хорошо кидаете филды это в целом вы сможете от его отбиваться ну вот если же вы немножко проспите филд конечно вас зерк у бьет вот то есть таким образом стас здесь под штормами аккуратненько отбивается вот этими несколькими группами здесь сложнейший сейчас у него микро моменты то есть под батарейками под фотонками сражается сражается под штормами отбивается и в целом вот этот этап если вы как не попасть в этот этап в таком состоянии на самом деле это тяжело но можно проблема в чем в том что вот вы на этом выходе на восьмой минуте должны сразу же иметь представление что в целом пора бы уже маситься жестко до стать чтобы построить каких-то там зданий чтобы построить пораньше четвертую базу для перехода в батонов он остановил производство из роба и он не учит не чаш не блинг на то есть он грубо говоря где кидать монетку если для ржи на него не пойдет в атаку вот в эту массивную значит он классно выйдет следующей стадии игры он же здесь решил кинуть монеточку и поставить 4 вместо того чтобы заказать имморталов ему поэтому здесь было очень тяжело вот это вот все защищать и опять же я рекомендую в такие моменты армию ставить немножко здесь здесь лишь смотреть к вам идет кто-то или нет и всегда фотонку уже иметь в стене то есть тогда ваша армия здесь увидит этих врачей начнет убить но и вы такого не допустите здесь допустил стац тем не менее смотрим как он отбивается по итогу и в какую ситуацию попадает много кто скажет так можно ждать сейчас начать это там я не знаю на восьмой минуте делать уже батонов да нет нельзя в этом то весь прикол что то есть вы не можете начать делать батонов по одной простой причине пока они будут делаться вы полностью теряете контроль то есть это одна из причин почему в большинстве игр профессиональных вы никогда не видите вот этого свеча в воздух самого последнего потому что как только вы даете сопернику возможность продохнуть две минуты если вы даете ему возможность продохнуть две минуты на первой минуте игры да то есть когда вы только ставите пилон грубо говоря вы не играете в 12 пул на там вы не играете в за фотон то есть вы даете сопернику как минимум поставить пилон gate nexus соперник там добывает к примеру какое-то количество минералов там 900 то если вы на восьмой минуте даете сопернику две минуты он за минуту добавить 4000 минералов да там с четырех баз дайте ему две минуты 8000 минералов 8000 минералов добываются за всю игру да то есть пока вы строите пробок насыщаете три базы к десятой минуте у вас будет там 11 12000 минералов сумме собрано то есть столько же собирает зерк за две минуты с 8 минуты то есть вот вы на восьмой минуте не вышли почистить крип не заставили его немножко где-то напрячься все то есть если он построил еще дронов и еще продолжает добывать а он уже это сделал кстати даже 7 7 очень катастрофическая экономика и прям беда и по этой причине вы не можете дать себе две минуты на то чтобы построить 2-3 батончика а к вам придет 200 лимита и если вы их отобьете еще 200 еще 200 но вы уже там отбивать конечно не сможете все размены будут проиграны вот здесь на самом деле статус красиво отбивается но попал конечно неудачную ситуацию батарейки и фотонки на каждой базе очень сильно помогают в конце концов он отмился и кажется что все хорошо но естественно все не может быть хорошо когда вы остались на трех базах и у вас вот здесь скрип торчит поэтому вот причине чтобы не попадать в такие ситуации реально рекомендую свой билд который сейчас предложечки будет посмотрите мой билд через торги это очень круто и очень помогает не попадать вот в эти неприятные ситуации и избегать лишних киданий монетки против зерга вот чтоб здесь не летать потом опять же без не уже чаш выучил нормально пытаться отбиваться от всех вот этих вот мега забеганий ну что в чем проблема в том что процесс 130 и реально ему тяжело расти то первая база уже стопится 2 начинает заканчиваться а у зерка как бы все окей он переводит на новые базы рабочих него экономика супер идеальная все круто ровно все окей он видит если протас соберется хоть на шаг выйти со своих трех баз и в принципе он здесь имеет максимальную скорость передвижения посмотрите пока у протаса армия на сейчас вот этот момент очень крутой в чем проблема протаса потому что вот у него армия находится здесь ему если мы возьмем этого иммортала дайте вот досюда да вот досюда это один экран сверху вниз чтобы вот этому рачу дайте вот досюда это смотрите это вот столько примерно один экран еще один экран и еще где-то три экрана то есть рачу эти три экрана и смотрите он берет одновременно начинает идти и этот рач добегает досюда быстрее чем этот иммортал рач пробегает три экрана за время пока иммортал доходит от своих 3 базы до 2 поэтому в эту ситуацию лучше не попадать но если попали то конечно две контрольные группы аккуратно двигаемся армии держим позиции ищем откуда нас нападают и ну пытаемся пытаемся хоть как-то защищаться то есть если вы защищаетесь хорошо вы отобьетесь и если бы стат смог вот эту четвертую базу сохранить чуть раньше то есть не попал в эту ситуацию не делал бы ее чуть чуть раньше поставил бы чуть чуть позже заказав пару лишних имморталов я уверен он бы все расконтролил в этой бы ситуации он бы уже делал т3 воздух и сражался бы в лейт-гейм армии да то есть когда у нас армада против там армады зерга дерется вот то есть по итогу здесь он красиво красиво отбивается но в чем проблема в том что остаться как было 10 минут назад так и осталось 130 лимита из-за этих разменов а зерга уже опять 200 копится и у него люркеры и вот чтобы сражаться против люркеров на такой стадии когда у тосов грубо говоря три базы 4 там еле-еле начинает работать это уже почти нереально люркеры жесткие хотя армия подходит все равно к сожалению зерга больше дотекания больше ну и зерк конце концов люрой гидрой съедает протаса вот тем не менее основные все моменты мы рассмотрели матчапа зерк против протас против зерка надеюсь вам понравилось и смотрите следующий видосик спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из 10 шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был дед